Как признать результаты межевания недействительными? В большинстве случаев на практике вопрос о признании результатов межевания недействительными возникает при нарушении процедуры согласования границ земельного участка с вашим соседом. Например, если его вообще не проводили или не уведомили о проведении согласования, либо были подделаны подписи в акте согласования, что на практике бывает не редкостью. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом-экспертом Евгением Корсакином. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Ну а мы переходим к теме видео. Шаг 1. Какие требования следует предъявить, если в результате межевания ваши права были нарушены? В данном случае рекомендую вам подать иск с требованием об установлении границ земельного участка. Ряд судов в своих актах указывают в частности следующее. Жмите паузу, чтобы почитать, если у вас возникла подобная ситуация. Ну а я двигаюсь дальше по теме. Если вы заявите иные требования, например, о признании права собственности и результатов межевания недействительными, вам могут отказать в связи с тем, что выбран ненадлежащий способ защиты нарушенного права. Смотрите пример постановления 10-го арбитражного апелляционного суда. Его номер и дату я оставлю в описании. Как показывает практика, требования о признании результатов межевания недействительными, вы можете заявить вместе с требованием об установлении границ земельного участка в качестве дополнительного. Для составления иска и указания правильных требований для успешности дела в суде, вы можете обратиться к нашим юристам. Мы подготовим все необходимые документы для участия и представим ваши интересы в суде, опираясь на многолетний опыт ведения аналогичных дел. Но мы переходим к шагу номер 2. Шаг 2. Можно ли признать межевой план недействительным? Признавать недействительный межевой план я вам не рекомендую. Некоторые суды считают, что нет такого способа защиты нарушенного права, как признание межевого плана недействительным. Поэтому этот способ защиты является ненадлежащим и не приведет к восстановлению нарушенных прав. В данном случае нужно обращаться с иском об установлении границ земельного участка. Смотрите пример постановления арбитражного апелляционного суда, ссылку на который мы также оставим в описании к видео. Переходим к шагу номер 3. Шаг 3. Кто будет ответчиком по иску об установлении границ участка? Как я уже сказал выше, такой иск относится к искам о правах на недвижимое имущество. Он направлен на устранение неопределенности в прохождении границ земельного участка и разрешение спора о принадлежности части участка. Поэтому ответчиком по иску выступает смежный землепользователь. Как показывает практика, кадастровый инженер, который проводил межевание, либо организация, в которой он работает, и органы регистрации прав, кто поставил участок на кадастровый учет, привлекаются к участию в деле в качестве третьих лиц. Обращаю внимание, сам по себе факт нарушения закона, который выражается вне согласования с вами границ земельного участка, не является основанием для признания результатов межевания недействительными. Ну а мы переходим к следующему шагу. Шаг 4. В какой суд нужно подать исковое заявление об установлении границ участка? Такие иски рассматривают суды по месту нахождения земельного участка. Шаг 5. В какой же срок вы можете обратиться в суд с иском об установлении границ земельного участка? По общему правилу, вы должны обратиться в суд с иском в течение трех лет. Такой срок исчисляется с момента, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком. Друзья, пишите ваше мнение по теме в комментариях. Подписывайтесь на наш Дзен канал. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!